В последнее время очень модно стало у поэтов бросаться стульями. Мужчина сказал, не пишите стихов, вы мне за их критику не заедете стулом, а я смогу. В этот вечер мы не подрались, потому что поэты пошли в другое место, где много стульев. Этот вежливый мужчина стоял на улице и сзади был похож на Деда Мороза, у которого крали подарки, а женщина пошла к метро одна. И не уродина, и формы, без формы до подачи всего рассказа. Но это так, вступление. Потому что на самом деле уже я наблюдала два случая, где кидались стульями. Поэты выясняли, кто круче. Вот. Сейчас, одну мимочку. Ой, простите, простите. Ой, извините. На спектакле сижу. Между стулом и сценой. Что лечением кажется, авиацией. Рядом сцена, что кажется жизнью. Рядом жизнь, что кажется сценой. Стул, который казался начальника креслом, полетев, оказался свергнутым троном. Рядом зритель, что кажется трезвым. Рядом трезвость, что кажется бредом. Рядом челка, что кажется душка. Рядом шторой, что кажется платью. Рядом платье, что кажется шубой. Рядом шуба с выркающей зубом. Преминаю сиденье, что кажется долей. Ряда дом, телевизор. И Павел воля. Рядом дверь и глазок, что кажется миром. Рядом мир, который кажется джином. Рядом джинсы, что кажется целью. Рядом цели, усмехающиеся джином. Рядом вера, что кажется крахом. Рядом крах, оказавшийся прахом. Рядом вера с надеждой, с любовью, как простая надежда. Рядом сцена, тебя, захватившего сцена, обнадежила, а, кажется, обездвижила. Это было под Вознесенского мусковарения. Черновики стихов. Сырое мясо. Стихи вне сборника — пельмень без мяса. Стихи в сетях — под соусом сосиски, между рекламой пива, разливом клинским. И о себе трубя районным массам, почувствовав себя средь корифеев, разом о публике мечтать и гонорарах. А критиков шипя неблагодарных и говорить, какое нынче время, не высекается искра из кремня, в зубах навязли рифмы, и не спасают их неологизмы. И, кажется, давно уже все сказано и спето. И снова голосишь о бабьем лете, о том, что облака трясут дождями, и что вожди сменяются вождями. Ты на холме сидишь, обняв колени, а рядом ветер стих, стихом нетленным и голову задрав. Все смотришь в небо, и необъятный мир объять бы мне бы. Вот так вот. Еще можно, да? На выставке, где вывешен абстракционизм, ходит народ. Кто-то словно башмак с антресолей помят. Некто с разинутым ртом, непромытый графин, другие надутые, как в Риме, статуи Бернини, топают по мастерской, шикают на картины с бузиной и ослами гидрой и свадьбами. Чихают полноумие. Все понимают все. Санитары подвыпившие и почему-то не прощаясь убегают в отвор. Спасибо большое. Поздравляю с салоном искусств изящных. Ланочку. И вы там про собаку прочитали. Про собаку? Ой, а я его плохо помню. В переходы тепло называется, но она осенняя, грустная. Я его почти не читаю. В переходы к останкам тепла голуби слетелись и бомжи. Осень, бабьям летом не пришла, пес каплист, от холода дрожит. Этот пес все ходит по пятам, как и мы, с надеждою в глазах. Может, здесь? Наверное, где-то там ждет тепло, а не опять вокзал. С тыл и воздух, воронье, воронье под ним. С тыл и воздух, четче купола, все равно останешься один, если не двора и никола. Монохромность наших городов, оголтелый придорожный знак и оранжевым пятном завод, не народ и свежий автозак. Убоятся мысли саранчи пса зову, который убежал. Прежний друг безжалостно молчит, у других теперь он в сторожах. Спасибо, благодарю. Еще раз с четырех летим. Ланочка вообще долгожитель и крестная мать для нас всех. Людмила, а с кем будете дуэт делать в следующем акте? Выбрать, вот можно, кого угодно из зала, сделать дуэт. Креативное задание такое у нас. Да, вот любого человека из зала. С Юрием Марцизовым. С Юрием Марцизовым. Отлично. Тогда в следующем акте услышим Людмила Кубалова. Спасибо большое. Четыре года с нами.